Вот сегодня не было уже услышано школу, 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 но если там есть требования, мы что первый раз эту тему обсуждали, потому что в городе необходима школа. И вот вопрос вроде город большой, а где участок земли, который соответствовал тем требованиям, которые предъявляются при строительстве этих учебного заведения. То же самое, если вот посмотреть это здание там 50 лет, конечно его обследовали, конечно там все проверили, просто так говорить, что туда закопают 50 миллионов, оно развалится. То, что строилось раньше, оно стоит до сих пор, посмотрите у нас сколько, они уже крыша сгнила, а фундамент хороший, стены хорошие. Поэтому то же самое, вот 38-й садик, вроде старый-старый посмотрели, вот мы когда в декабре его будем открывать, отремонтировали, капитальный ремонт провели и сколько там, 4 группы там, ясельные группы там будет. Поэтому, и когда говорят, говорят вот там столько пустующих зданий, ну есть они, да, ну давайте как-то их использовать. Или то, что касается там строительства, там говорят торговых точек много. И да, их много, мне тоже это не нравится. Но федеральный закон, тем более напольная служба говорит, что мы не имеем права им запрещать. Они же сами рискуют, когда одно дело там 20 квадратов поставили там киоск, другое дело, когда 2-3 этажа построили, а потом ходят и думают, как же их наполнять, под какую аренду сдавать. Тоже нужно, они тоже рискуют, их тоже можно понять. Скажите, вот с этой школой, с долгостроем, с которой мы запозорились, я не знаю сколько лет он был, там кто только не занимался, и лазить, учения проводили и так далее. Сколько денег закопано на землю? Ну, это еще, понимаете, это еще с советских времен закопано у нас, он, то же самое, вот этот дом, который там напротив школы стоит, сколько он лет простоял, который не достроен это. Потом разобрали, шаманили, поставили, сейчас нормальный дом. То же самое там, ну, построили эту школу, там, ну, собирались школу строить, потом решили. Я хорошо помню те времена, когда вроде бы говорили, что нам школ достаточно. А сейчас оказывается, что да, ситуация демографическая меняется, но, тем не менее, в настоящее время нам нужно две школы, для того, чтобы обеспечить учебный процесс в одну смену. Вот где их ставить, да, понимаем, что вот застройка идет в сторону привокзального района, ну, второго Атинска, юго-востока. Но там тоже там, то Болотино, то еще что там, там тоже где эти школы-то строить. Поэтому не все так просто там, одно дело говорить, другое дело там подумать и посмотреть, как это все, как это все сделать. Продолжение следует...